Всем привет ребята, с вами Андрей Чент и да, это ваше любимое шоу Аферисты в сетях. Проверьте подписаны ли вы на канал, также подписывайтесь на мой инстаграм, там вы будете узнавать первые новости, там также выходят обзоры на разные проекты, так что ссылка в описании, а мы начинаем новый выпуск. Поехали! Где я хожу? Что делаю? Он, 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 Зайчик, он может быть больной на голову. Потім погрожил от им. Он мне сказал, чтобы я попрощалась с родными. Что-то жестко. А потом, раз того, з'явився. Саша, возвращайтесь срочно, он к ней подошел. Вот это уже интересненько. Такой шокуючей аферы в нас еще не было. Тебя заказали? И первому поведомленню в инстаграм я навіть не повірила. Что? Что значит я не хочу умирать? Это же будет прикольно. Дивлюсь профиль, звичайная дівчина. Номер залишила, одразу набираю. Да. Настя, здравствуйте, это с нового канала, вы писали мне на аферисты в сетях, Кристина. Здравствуйте, здравствуйте, я просто не знаю уже кому обратиться, я очень прошу, помогите мне, пожалуйста. Вы можете понять, вы можете объяснить, что происходит? Меня отравили и денег требуют. Что значит отравили? Где? В ресторане? В ресторане на станции метро. Помогите, пожалуйста. Вы чувствуете жорстокость аферы? Дивите уважно, сейчас она массово рассилается в соцмережах. Смертельный укол. Мы можем с вами встретиться, чтобы в разговоре мы все поняли. Они сказали, что они за мной следят. Мне страшно, я никуда не вхожу. Но нам нужна встреча. У вас есть поликлиника где-то там недалеко от вас? Ну, обычная государственная поликлиника? Ну, есть. Есть? Смотрите, даже если они за вами следят, понимаете, что вы в таком нервном состоянии, вам могло стать плохо. Это будет выглядеть как обычный визит к врачу. Трохи роздумев и… Ну, хорошо. З поликлиникою домовились, чекаємо на Настю. Такси. А от и Настя. Прямую до вказаного нами кабинету. Ты готова. Ты нас просто снимаешь так, чтобы она не напрягалась со спины деда. Так. Я так немного отойду. Я не знаю, нам нужно какой-то нашатырь. Не знаю, что с чеком произойдет сейчас, понимаешь? Настечка, привет. Ну, Микитя, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Ну, успокойся. Ты бледна. Воды? Воды тебе воды? Тихо. Попей, попей водички. У меня руки ходунули ходят. Трохи заспокоившись, Настя ошелешила. Он написал мне в Инстаграме, что я умру скоро. Так? Да. Кто-то решил поиграть в игру «Синий кит» в 20-м году? Ну, зайчик, ну это может быть больной на голову. Непонятный какой-то вообще человек, у которого какие-то проблемы. Ну, человек, у которого какие-то проблемы, вряд ли знает. Не плачь, не плачь. С чего ты это взяла? Он все мне написал, где я живу, где хожу, что делаю. Он мне сказал, чтобы за эти 5 дней я попрощалась с родными. Так, заявивши, что жить ей залишилось 5 дней. Не, ну это жестко для девочки. Сказал, что меня кололи отравленной... Если честно, если честно, реально на улице есть какие-то психопаты, которые ходят с иглой, колят людей. Я вот сейчас ни капли не шучу, я о таких историях слышал. Не то, что там кто-то шантажирует, а есть даже просто больные на голову люди, которые просто ходят с иглой, и там всякие спидозники, и так заражают людей. Реально, единицы, но такие есть. Это причем невидуманная история. Отруйный укол. Такие истории в прессе уже всплывали. Она же говорит... Да, подходит к девушкам и колит. Да, наобум, я же говорю. Без ніяких переслідувань та залякувань. Да, просто колит. В Насті совсем другая история. Подожди, укололи отравленной? Ты что, это не почувствовала? Ну, как такое может быть? Я тоже так сначала подумала, что я должна была бы это почувствовать, но он мне написал, что меня заказали. И в метро укололи, когда было много людей, и я не заметила. Я вообще не понимаю, кому это надо. Успокойся, я тебя умоляю. Ты можешь дать мне переписку почитать? Что, кто? Что за профиль? Есть что-нибудь с собой? А в переписке много интересного. Не конец пути? Как тебе, Оля? Ясно, чтобы морально добить жертву. Зовут тебя Настя... Он... И там... Ты ехала в метро на станции Арсенальная, тебя укололи отравленной иглой. Ты ездишь этим маршрутом? Да. Ты что, не допёрла ещё тогда? Через 5 дней сдохнешься, укололи ядом. И ни один анализ, ни апеллид, изъят тебя уже ничего не спасёт. Боже. Мне так страшно. Ну, это какой-то жёсткий развод. Близкая и справдя, Моторошна. Особливо цей вырок. Тебя заказали, твои часы тикают. Цикаво, звідки цьому конец пути ведомый Кожен Настин Крок. В подибную историю, я хоть встрях ведомый бизнесмен Валид Арфуш. Когда тебя человек звонит и говорит, готовы ставить тебе покушение, у нас есть все эти детали. То тут, конечно, начинаешь думать, как-то не хочется вот так. Как закончить жизнь, ты ничего не можешь. Не работает, нормально дома жить, ничего не можешь делать. То есть ты просто в ожидании этого. Так, бизнесмен почув в трубке те самое, что и Настя. Но каким самым методом не уточнили. Там мужчина в телефоне, там говорит, Арфушик, да. Говорит, у меня есть очень важная информация, касается вашей жизни. Тогда он еще не понимал, с кем говорить. Он говорит, что у него, скажем, пару дней назад дырали заказ, чтобы покушаться на вас. То есть разговор с килером, скажем. И для переконливости навіть назвав два прізвища – недругих Арфуша. Ця его история звучала очень логично. То есть той фамилии, которую мне озвучили. Но звонил килер, конечно, не для того, аби вечно попередити «Пардонті, буду вас вбивати». Он говорит, что я не хочу… Это моя работа, за это мне обещали гонорар. Поэтому я готов отказаться от этого, если вы мне больше гонорара можете дать. То есть килер запропонував Арфушу выкупить власне життя. Называют сумму, которую он хочет. Сумма не маленькая. Ну, и меня чуть удивило, что она и не слишком большая, скажем. Ну, думали, я, может, недорого стою. Бізнесмен погодився. Але особистої зустрічі з килером не было. Как передать деньги? Всі вказівки телефоном. И гроши сказали залишити на ЖД вокзалі в камерах схову. Гроши забрали. И пізніше виявилось, что это афера. Уже там звучал автоответчик, что этот номер не обслуживается. Ты реально сто тысяч подарил? Психологично спрямовано на страх. Нормально чувака развели на сто тысяч долларов. Поверил, оставил бабки. Не спорю, что в этой ситуации, знаешь, типа, не хочется там рисковать. И думать, а вдруг прокатит, а вдруг это кто-то шутит. Но ты даже не проследил, заберу. Бля, ну как так-то? А в полицию позвонить? Ну, вообще... А у нас новый поворот. Настя трохи заспокоившись дещо пригадала. Он предлагал еще антидот. Антидот? У меня такие деньги. Ну, у меня только мама. Я даже боюсь маме говорить об этом. Та ясно, что грошей нема. Пришла с побитым телефоном. А сумма, дай Боже. По сути, это банальный шантаж. Он тебя шантажирует. Хочет с тебя денег за противоядие. Ну... Но для нас это зачипка. Яка позже призведет до неочекованного финала. Саша, возвращайтесь срочно! Он к ней подошел! Прям как... Триллер. Блокбастер! Больше это похоже на развод. Просто вот какой-то больной на голову чувак, которому нечего делать. Не накручивай себя. Это ты себя еще сильнее. Тебя, конечно, будет бросать в жар. Звесно, в таком стане ци слова ей, як об стенку горохом тому... Смотри, успокойся, чтоб ты сейчас просто успокоилась. Мы сейчас возьмем анализы. Все возможные, невозможные, все вот просто вдоль и посерев. Он написал, что это новый яд. Но у него ничего не показалось. Много зачипка. Новый яд, который не диагнозируется. Вот серьезно, то есть, ну бля, ну... Типу, чтоб жертва зрозумела. В выходу немае. Он написать может... Коронавирус, бля, да? Даже если какой бы это ни был яд, он существует на планете Земля. Ты понимаешь? Это значит, что какие-то изменения, если он там есть, в крови отобразятся хоть как-то. Да, все. Все. Как по мне, девушки более доверчивые. С лекарем мы домовлялись за сдалеги, тому повное обстежение плюс... Вот девушки чаще верят всяких в экстрасенсов. Вот в такие вот моменты. Вот ваш анализ. Мы его ставим на лабораторию. А когда будут результаты? Первые результаты будут через час. Следующий через день. Настя від відчуття медичної допомоги трохи заспокоилась. Переживать не надо. Состояние сейчас стабильное. Вот надо ждать результаты анализов. Но, естественно, что ее не попустит. Бо той маньяк с ней не слезет. Смотри, не переписывайся с ним. Мы перехватываем переписку. И дальше все в наших руках. Просто не заходишь на этот профиль. Не травмируй себя. Не накручивай лишний раз. Хорошо? Живо анализов, мы тебя не оставляем в свой постоянно. Все. Ну это жестко. А что искать? А что искать? Его сторинка голяк. По профилю этого. Он только фейковый. Это понятно сразу. Нет, никто. То, что фейковый. А ему выгодно, чтобы его никто не нашел. Но он точно знайде Настю. Знову в переписке. Адже он хочет деньги. А на переписке уже сидимом мы. И не прекращаем шукать. Сейчас гугли все, что угодно. Теги, зацепки, форумы. Писать в наши журналистские группы. Мало ли что. Какие-то жертвы. Может кто-то когда-то. Какие-то доктора может что-то слышали. Может люди приходили к ним с подобными обращениями. И тут посеред дороги. Черная кошка, чтобы она была здорова. Господи. Вот эти вот бабы накручивают. Ой, черная кошка. Бабка дорогу перебежала. Бля, не к добру и так далее. Я, честно, на эту херень вообще не верю. И впродовж дня у нас два переломных момента. Перший. Друзья, я вообще это самая. Оля, у него фейковая страница? Алло. Да, полностью. Да, дзвенок лекаря с приводу Настяных анализов. Да, спасибо, до свидания. Ну типа, что она здорова. И другий переломный момент. Девочка пишет. Смотри, живет в Борисполя. Ёки-палки. Так надо ехать, блин. Так срочно. А на месте зустричи нас чекает девчина с подругой, якой и сталась така сама ситуация, як в Насте. Я ей сказали, что укололи укол, если она не найдет деньги и им не отправит, то все, она умрила. Писали, что мы про тебя все знаем, знаем, где ты бываешь, что ты делаешь, с кем ходишь. А как давно это было? Где-то месяца три-четыре. Один в один, як зараз пишут Насте. Она реально просто думала, что за ней следят или что? Так она, ну, мы уверены были, что следят, потому что ей писали, где, знали, где она бывает. То есть знали, что она делает. И она... Реально? А это никто не мог быть из ваших знакомых? То есть какой-то сосед, я не знаю. Ну, у нас есть подозрения. А, и что, и подруга не догадывалась? Який так само мог статись из Настею. Главное ж, под каким прикрытием, офигеть. Но сейчас она не в том состоянии, чтобы на это обратить внимание. Хотя, похоже, что схема такая же. Она просто очень сильно испугалась. Она плакала, она сидела дома, она боялась из дома выходить. И ей так само запропоновали антидот за деньги. Она нашла деньги. Она нашла деньги, она им заплатила? Да, тысячу долларов. У меня главный вопрос, она получила противоядие? Деньги она отправила, время шло. А все. Подождите, что значит все? Противоядие, как оказалось, нет. И никто не болен, да? А у Насте тем часом лишается два дни. Вручание написано. Ты поюжишь физию. И шантажист в переписке знает просто не злазить. А то все умели. Ваши кровь за каждую тоже. Кожне півгодины моторошние поведомления. Ну психологическое давление. А мы. Я готова заплатить. Фига себе. Делай, как я скажу, будешь жить. Ну пишет как-то очень дебильно. Кинь на кошельок. Прямо сейчас. Это быстро отвечает. Делай, как я скажу, будешь жить. 20 тысяч скинь на киви кошельок. Кто меня хочет денег? Уйду. Але через таки сервиси неможливо відслідкувати, куди йдуть гроші. Тому. Я собрала нужную сумму денег. Я не умею пользоваться киви кошельком. Я вас прошу, я готова заплатить честно. Никаких встреч. Никаких сказала. Думаешь. Твоя ***. Але зовсім скоро він змінить свої плани. Саша, возвращайтесь срочно, він к ней подошел. Серьезно? 20 тисяч гривень. Да, срочно. 20 утро. Все, спасибо. А нормально выглядит так. Але приманку краще побачити очима. Какая-то такая. Роблю фотку і відправляю йому. Я все нашла, я готова заплатить. Только передателем в руки антидот. Ну все, треба ризикнути. Так мне уже проще сдохнуть. У меня куча долгов. Хоть сейчас в окно выпрыгнуть. Если вы мне не хотите дать шанс на жизнь. Я в отчаянии. Либо он понимает, что сейчас полностью все срывается, либо он получит бабки. Либо получит, да? Але він не відповів. То есть я так не готова перевезти деньги, да? Уже отвечаешь что-нибудь, господи, что ты там рожаешь? Невженно клюнет. Ну ладно, я пошел когда-либо. Не рыпаюсь я никуда. Один шаг и тебе смерть. Одно слово кому-то знает кто-то и ты умрешь. Да, я поняла, я все сделала. Короче, понял, что надо бабки вручную забирать. Зустріч він назначив наступного дня в невеличкому парку. Мы на месте за годину ранее. Розставляем телоохоронців. Все ок, все выходы из парка под контролем. И инструктуем Настю. Я вижу, что ты нервничаешь. Мы вообще для нас очень непривычно отправлять другого человека. Я, честно, даже не знаю. Але выбору в нас немає. Шантажист точно знает, как выглядит Настя. Если придет другая девушка, все зернется. Ну да. Если бы он нападет, если бы он хотел напасть, он напал. А так он даже на встречу не хотел приходить и долго уламывался. Ну да, он бабки хочет. Да, да. Поэтому выдохни, все хорошо. Твое дело просто передать и все. А дальше мы уже его берем. Хорошо? Да. Передати, звісно, гроші. Але цікава деталь. Шантажист перед зустрічем написав, щоб гроші були в коробці. Чого б це? Що, под печатком не было? То, що покрывало, як просивши. Зачем надо именно була в коробці? Главное, из пакетика сразу не доставай. Просто вместе с пакетиком его передавай. Поняла? Смотри, сейчас идешь по этим ступенькам, поднимаешься. Пойдешь в это здание и садишься на крайнюю лавочку в дороге. Все, закрылось, сама сидишь, ждешь напряженно. Интересно, какой будет финал. Чтобы даже если он за тобой наблюдал, чтобы он подумал, ну сиди человек, нервничай, все естественно. Хорошо? Да. И сейчас Настя получает антидот, а мы, надеюсь, шантажиста. Все, она направила на лавочку. Но его чего-то нет. Хотя час встречи 16.00. Нема его и за 5 минут, и за 10, и за 15. Блин, никого нет похожего. И тут стаяться непередбачиванное. Ты нам покажи, где я страховать Диму вон там. Еще раз проверить точки перехвату добре, але… Подошел. Он к ней подошел. Конечно, все другие на точках. Как мне вовремя вышло? Бегом! А тут еще и проблемы с Настяным микрофоном. Что бы он не говорит? Но встреча миттевая. Он забрал, и он отдал. Нам надо же ее забрать сейчас. Она принесла нам этот антидот. И его мы пока не берем, потому что, если он так сильно не хотел идти на встречу, он мог прислать кого-то другого. А проследить? Быстрее, быстрее, быстрее. Ходи, все, все, все. Ты это нормально все? Все? Пошла слежка, да? Ну, знаете, это странно, когда за тобой два взрослых мужика, и ты не оборачиваешься. Гребно, видимо, он вообще на расслабоне. Идет от двора. И раптом винзу поняется. Крисон, кому-то звонит. Заезжайте в двор, который справа. Мы вот заезжаем как раз с другой стороны. Но он явно кого-то ждет. Начали. Локация неведома, поэтому потрохи беремо в кольцо. Что происходит? Но шантажист не ховается. Спокойно сидит. Аж раптом появляется другий. Ага, передал. Ааа, Палундра! Ааа, Палундра! Только там не того ловите. Один аферист у нас. Ну я думаю, это реально просто... Что ты девочке передал? Да я не... Вы кто... Да вы... Кто? Это новый канал, программа афериста сетях. Что ты девочке передал? Что ты передал ей в коробке? Меня просто друг послал. Там косметика просто. Друг послал? И это, видимо, тот друг, кто взмывся с нашими грошами. И 20 000 рублей. Аа, реально не славили? Саша, направо ушел. И это все за косметику? Но друга мы упустили, он просто исчез у двора. Бляееееееее. Аааа, джипперес Маячок. Скажите, что там джипперес Маячок. Саша, еще раз. Все, дам, я поняла. Мы едем, 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 все. Хлопцы идут чітко по сліду, хоча його не бачать Валя, Валя, куда? Проте знают, де він Так, лестница Лестница? Як? Ну, трекер, по-другому никак Бля, вообще, ребята, какой-то блокбастер получается Тут я, тут я, тут я А, слушай, ой, черт А где блок там? Я найду, я найду А вы кто такие? Что вам надо вообще? Это новый канал, программа аферистов в сетях Потому что ты самый конченый аферист, который у нас вообще был Я просто в этом подъезде мимо проходил А куда у тебя наша коробка мимо протояльща? Яку він стих выкинути, але не відкритий Не зря мы нормально запаковали, тут просто нереально открыть Я не могу, Женя, можешь открыть? Так, так Ты, значит, пришел за двадцю тысячу гривен, да? Задкий медведь О, Женя нормально, Женя просто порвала нафиг коробку А в коробке была так звана лялька с сюрпризом У нас просто здесь немножечко внутри GPS трекер И он проходил с нашим GPS трекером Ну да так вот мы тебя и нашли Але теперь цикаго, чего ж их двое Ну это подставной И че передали бы они насправді Насте антидот? Там пустая коробка, наверное Пытання відповіді отримали легко Зайдали мне перенести в смысле косметику и все Ось чому гроши сказав спакувати в коробку Аби посильний поверив, что то косметика А не нащупав гроши Аааа Посильний не при чому Всю схему заварив саме цей чувак Интересно, что он передал? Слушай, это типа антидот, да? Ну да, типа антидот А там ни хрена, да? Что это? Про це пізніше А поки про його схему А схема уже понятна Ось ця Он все мне написал Где я живу, где хожу, что делаю Перелякана жертва одразу вірит Що її переслідуют и про неї знают все Я вообще не понимаю, кому это надо За что? Успокойся, я тебе умоляю А розгадку нам підкинула ця зустріч А это никто не мог быть из ваших знакомых? То есть какой-то сосед, я не знаю Ну, у нас есть подозрения И в чем прикол? Две-три недели вот до того, как я его начали шантажировать И в ВКонтакте постучалась девочка И такая чисто по-дружески там начала спрашивать Там, где, что бываешь, где была, что делала Они как-то еще так сдружились очень быстро Потом она начала у нее спрашивать там даже адрес Там встретиться Встретиться понятно, на кого попить, сходить в венцо вечером попить Она, получается, выведала всю информацию личную через свою дружбу Згодом Настя теж пригадала Що месяц тому ей теж написала такая подружка Классные коточки Так, цей был наш шантажист И все переписки в его телефоне Щас, щас, щас Ага, привет, Настя, тебя заказали Прикинь, даже вкладки не закрыты И отдай за свое життя 20 тысяч гривен Водмен на антидот Ну за это можно хорошо сесть Что это? Что это ты передал? Духи Духи? Да А это так выглядит антидот, чтобы ты понимала Пізніше з'ясовалось, что это звичайный витамин Витаминку? Это Настя пощастило, что он хоть что-то принес Бо погодился на особистую встречу Все інші отримували Она получила противоядие? Нет Так, деньги выкачали и пропали И так и не дизнавались, что никакого укола не было Ну да, жесткая афера То есть ничего в крови у нее не выявлено Да, спасибо, до свидания Ну девочек так запугивать Очень легко Вот я редко замечал, чтобы мужиков такими вот моментами как-то шантажировали, пугали Вот, наверное, девочки из-за того, что были слабые временами полы Они такие более могут быть Ну да, там какие-то маньяки по улице ходят, еще что-то То мне кажется, им на психику легче в этом плане давить А некоторые засранцы этим пользуются Ну да На самом деле афера жесткая, как ни крути Ребят, с радостью почитаю ваши комменты Что вы думаете по этому поводу? Подписывайтесь на семейный наш влоговый каналчик Ссылка находится в описании, там выходят семейные влогики А с вами был Андрей Чент Увидимся в новых выпусках Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok